Приветствую вас, и вы знаете, действительно довольно непростая ситуация возникла у вас, которую вот так вот просто сходу, наверное, можно решить, только если определить для вас, лично для вас, чего вы хотите. Вот вы пишите, что с молодым человеком, значит, какое-то время вначале были чужой для него, потом вроде бы все стало хорошо, но вы понимаете, что все время это прошлое, все время призрак этого прошлого и так далее. И на самом деле, на самом деле, вам в первую очередь нужно понять, что происходит с вашим молодым человеком. Вот он и вы боретесь не с прошлым, потому что прошлым оно как бы осталось там, где оно есть, его уши нет. Мужчина борется с тем, что можно назвать, как бы сказать, униженной самооценкой, униженной гордостью, попранной самостью. Но, видите ли, слово «самость» здесь употребляется как квинтэссенция мужского, квинтэссенция мужской сущности, потому что, само слово, оно все-таки гораздо шире по отношениям. У мужчины были и есть какие-то представления о том, кто он, что он из себя представляет, на что он способен и к чему стремится. Вот эта первая его женщина, она, по сути дела, уничтожила часть его представлений о себе. Она показала ему, что мужчина может быть ненужным, мужчина может быть брошенным. И это, конечно же, на человека сильно повлияло. Сейчас он борется над своим комплексом. Борется с комплексом именно брошенного мужчины. И невозможность отпустить отношения, которые были у него в прошлом, и мешает, по сути, вам строить гармоничные отношения. Более того, вы не написали, не написали, точнее, насколько много времени прошло после его расставания с девушкой первой и встречи с вами. Но, вне зависимости от этого, все равно нужно понимать, у него сейчас есть комплекс. И если он почувствовал, что девушка А, предыдущая девушка, его, скажем так, бросила, то есть она вела эти отношения, то нет ничего удивительного в том, что сейчас он захочет эти отношения вести с вами. И потому отсюда несложно делать вывод, что через вас он пытается доказать себе и ей, что, во-первых, способен быть тем мужчиной, с которым можно быть в отношении, которого не бросит. Во-вторых, что он тоже что-то может. По сути, реакция вашего мужчины – это фрустрация с переносом. То есть, вот знаете, человек хочет достать яблоко, а яблоко висит слишком далеко, высоко. Он не может этого сделать. Но он вот хочет, он не может. И он говорит в первом углу, яблоко это никому не нужно. А потом идет и срывает апельсин, который висит ниже. И он говорит, вот, я взорвал апельсин, а яблоко никому не нужно. И он ест апельсин, пытаясь перенести неудачу за яблоко на ситуацию с апельсином. То же самое происходит и с вами. Его поведение и есть фрустрация. Фрустрация на неудачные отношения. И отвечая на ваш вопрос, что делать вам, я как вначале сказал, нужно исходить из того, что вы хотите. Если хотите отношения сохранить всеми силами, в данном случае внимательно, почему и так далее, если хотите отношения сохранить, то действовать нужно следующим образом. Просто говорить откровенно мужчине, что вас не устраивает подобное его отношение, что вы чувствуете, что он постоянно как бы страшнивает вас, и это сравнение вас оскорбляет. И его фразы «Свыкнись, смирись» тоже не являются приемлемыми. Но вам необходимо последовательно пытаться до него доносить, что он не до сих пор не отпустил отношения с этой девушкой. Он об этом не говорит. Вот это, наверное, ключевая фраза ваша. Он не говорит о своих прошлых отношениях, а о них говорить нужно. Нужно, чтобы он начал выражать все свои переживания вам. Да, это тяжело, да, это оскорбительно может быть для вас, но это нужно, чтобы мужчина, наконец, выразил все свои эмоции и через выражение своих эмоций отпустил бы, наконец, эти отношения, наконец, сделал бы их чем-то действительно в прошлое. И далее необходимо вам же после того, как переживания будут выражены, обсуждать с ним, чего он теперь боится и убеждать его в том, что вы от него вот так вот не уйдете. Если вдруг что-то произойдет, то вы обязательно сделаете это как-то по-другому. По-другому, но не так, как она. И доказывать это, убеждать его в этом, придется, к сожалению, не один день. Но если вы хотите это отношение сохранить, то вам к этому нужно быть готовым. При необходимости, конечно, можно и нужно направить молодого человека к психологу, чтобы он бы работал с ним, выявил эти моменты, о которых я сказал, и освободил себя от них. Но видите ли, в чем проблема? Проблема заключается в том, что если мужчина вас любит, он захочет это все делать, потому что понимает, что вы делаете это не только для него, но и для себя. А если вы не знаете у него чувство любви, то он и делает ничего, этого не захочет. А зачем? Он использует вас как средство. Ну, давайте сейчас мы поговорим о том, что будет, если он вас не любит. Он использует вас как средство для проецирования нереализованного в отношениях с той девочкой. И ему не зачем меняться, ему не зачем отпускать. Зачем? Ведь тогда не будет стимула быть с вами у него. Он этого, может быть, не осознает, но это так и есть. И нежелание что-то делать, стремление оставить все как есть означает для вас такие вот переживания. И чтобы их не было, необходимо поставить мужчину все-таки в первых фактах. Да, девушка, это прочное, вы его настоящее и, возможно, будущее. Но он должен сделать выбор. Он должен сделать выбор сам, самостоятельно. Если он с вами, то он принимает вас такой, какая вы есть, не стремится как-то, собственно говоря, вас переделывать. Если стремится, значит, это поведение ненормальное, аномальное, оскорбительное для вас. и, вполне возможно, им не осознается. В этом случае, в случае, если оно им не осознается, а такое, вполне возможно, необходимо помочь ему в этом, в том случае, если его волнует ваше чувство, если его волнует ваше желание, если его волнует ваше настроение, если его волнуете вы, как самодостаточный, цельный человек. А вот если это не так, если вы его не волнуете, если он относится к вам на уровне свыкнешься, примиришься, то тогда перед вами встает непростой выбор. Выбор этот заключается в том, принимаете ли вы такие отношения? Хотите ли вы быть своего рода заменой для мужчины? Если да, ваше право. Тогда менять ничего не нужно и оставить все как есть. Но объективно вы об этом не спрашивали, но объективно, если вы согласны на такое, то это говорит о том, что у вас проблема с самооценкой, и вы, возможно, боитесь остаться одна, остаться без мужчины и так далее. Потому что если это не так, то вы посчитаете ниже своего достоинства участвовать в отношениях, когда вас откровенно используют. Просто оскорбительно для вас, как для человека, осознающего свою ценность, свою значимость, свою уникальность и самодостаточность. В данном случае, если у вас действительно есть какие-то сомнения относительно себя самой и своей самооценки, то желательно, желательно, чтобы вы проработали причину этого, устранили ее и работали на повышение своей самооценки путем реализации в других сферах, путем достижения успехов в своей деятельности. Если же вы дожидаете единственным выходом из ситуации уйти, то уходить нужно тоже грамотно. Вы не можете, понятное дело, бороться с прошлым. Это невозможно. И вы не можете, понятное дело, бороться с комплексами мужчин, если он сам не пытается от них избавиться. И вы имеете полное право сказать своему молодому человеку, что, прости, я пыталась занять место той женщины, но я не могу постоянно быть той, кого сравнивают с другой. я не хочу такой быть. Если ты меня любишь, если ты сторожишь мной, то ты отпустишь ту девушку, может быть встретишься с ней, поговоришь с ней, решишь все проблемы с ней. И тогда уже будешь готов к новым отношениям, в которых я буду тебя ждать. Но будешь ждать не вечно, я не забираюсь ждать тебя годами. и вот это будет поведение человека, сознающего свою ценность, и, что самое главное, стремящегося помочь мужчине осознать, что путь, который выбрал, ведет в никуда, является самообманом, является деструктивным выбором, по сути дел, разрушающим как и его личность, так и личность окружающих. в данном случае вас. И вы таким образом помогаете мужчине через стресс, через негатив, через по сути новую фрустрацию, помогаете мужчине найти путь к осознанию своих проблем. Потому что если оставить все как есть, на данный момент, то мужчина никогда не поменяет своего мнения. Он не забудет девушку, потому что ситуация будет по-прежнему, а как бы на него давить. Другое дело, что со временем какие-то поведенческие нормы, поведенческие алгоритмы и элементы мужчина сделает как бы своими. То есть вот то, что было продиктовано подстраиванием вас под идеалы той девушки станут ценностями мужчины. И я думаю излишне говорить, что эти ценности, эти алгоритмы они не будут носить положительный характер. они будут носить характер в большей степени негативный, в большей степени деструктивный. Поэтому если вы искренне хотите помочь молодому человеку, то знаете, что делать теперь. Если вы хотите помочь себе, вы тоже знаете, что делать. а решение относительно выбора принимать нужно только вам. Потому что давать конкретный совет было бы в данном случае не профессионально. Мужчина страдает. И чисто по-человечески нужно сделать все, чтобы облегчить его страдания. К сожалению, для мужчины признать свою слабость, признать свою неспособность решить проблему и справиться с ней очень сложно. И требуется толчок извне требуется стимул чтобы помочь ему в ответ. И если вы желаете ему добра, то вы примете верное решение. Вне зависимости от того, какими будут ваши отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его субтитры. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok субтитры.